Именно здесь чаще всего, а не в Бермудском треугольнике, выходят из строя новейшие навигационные приборы, падают самолеты и тонут суда. Эту опасную зону моряки даже прозвали морем дьявола. И все, кому в нем посчастливилось выжить, стараются никогда больше не возвращаться туда. МОРЕ ДЬЯВОЛА Коби-зоны расположены вдоль 30-го градуса северной широты. Исследователи аномальных явлений уверены, это не просто совпадение. Море дьявола – это тихоокеанский брат-близнец Бермудского треугольника. В этом районе пропадает, в отличие от других мест океана, намного больше судов, чем, по идее, должно было бы быть по статистике. Один из исследователей, Сандерс, в 68-м году еще выдвинул гипотезу о том, что на Земле находятся 5 аномальных зон. Вдоль того же 30-го градуса северной широты находятся еще несколько крупных геопатогенных зон. Гибралтарский клин, афганская аномальная зона и гавайская аномалия. Все они равноудалены друг от друга на 72 градуса и образуют так называемый пояс дьявола. Пять этих зон, расположенных на равном удалении друг от друга, создают некую вот такую пентаграмму по диаметру Земли. И, собственно говоря, вот почему они и были названы так называемым дьявольским поясом. Впервые о том, что в Тихом океане существует море дьявола, заговорили японские рыбаки. Еще в 17-м веке у них появилась легенда о страшном месте, откуда не возвращаются. Моряки поговаривали, что любой, оказавшийся в заколдованных водах, обречен на страшную смерть. Эта история так и осталась бы сказкой. Но в 50-е годах прошлого века в море дьявола бесследно пропало 9 кораблей. И это были не маленькие прогулочные катера или рыболовецкие шлюпки, а огромные грузовые и даже военные корабли. До того времени, пока там тонули и пропадали без вести маленькие рыбацкие утлы и суденышки, никто особо внимания на это не обращал. Но когда 38-я бригада ВМФ США вела военные действия и попала в страшнейший шторм, ураган, и в этом шторме погибло несколько кораблей и огромное количество человек, до 150 матросов, на это обратили внимание. В 1955 году японское правительство официально объявило море дьявола опасным для жизни. И рекомендовало всем самолетам и кораблям обходить его стороны. Этот случай стал первым в мире, когда на государственном уровне была признана необъяснимая природная аномалия. Море дьявола как раз лежит по одному из самых активных геологических разломов, где периодически начинают действовать вулканы, случаются подводные землетрясения. И разлом этот представляет собой разлом, на всю глубину которого находятся кварцево-кристаллические породы. И при силах давления в миллиарды атмосфер образуются огромнейшие потенциалы электрических магнитных полей, что, собственно говоря, может вызывать всплеск электрической магнитной активности на поверхности моря. Почему же в акватории моря дьявола терпят крушение кораблей? Почему бесследно исчезают истребители и бомбардировщики? Некоторые исследователи уверены, в этом районе глубоко под водой обитает какая-то высокоразвитая цивилизация. Возможно, ее представители и создают электромагнитные возмущения, выводящие из строя новейшую технику. В глубинах океана может находиться некая разумная цивилизация, превосходящая технологически нашу. Либо это могут быть какие-то инопланетные посетители, которые устроили свои базы глубоко под водой, потому что поверхность, скажем, дна в морях и океанах достаточно слабо людьми изучена. В общем-то, очень-очень небольшой процент. Точно ответить на вопрос, что за светящиеся объекты по ряду берегов Японии, ученые не могут. Но они считают, что, скорее всего, это какие-то пока не изученные причуды природы. Подобные наблюдения вот таких плазмоидов совершенно разного размера, которые могут сталкиваться с судами, с самолетами в воде их из строя, могут воздействовать, магнитные поля могут воздействовать на стрелки компасов, собственно говоря, на приборы, которые указывают ориентацию по азимуту в пространстве. Наблюдались в этом районе достаточно часто. Сторонники теории существования глубоководной расы уверены, таинственные феномены на море – это не причуды природы, а сложные технические устройства для слежения за надводным пространством. Их выводят на поверхность высокоразвитые жители океанских глубин, чтобы наблюдать за людьми. По уровню развития эти существа в несколько раз превосходят человечество. И именно поэтому на протяжении многих столетий им удается оставаться незамеченными. На просторах океанов, и особенно на глубине, огромные неисследованные пространства. Многие верят, что это инопланетяне. Существует теория, что под водой могут располагаться базы пришельцев. О том, что аномалии в Японском море дьявола связаны с неизвестными подводными цивилизациями, исследователи океанских глубин заговорили в 2000 году. Тогда недалеко от Индии был обнаружен заброшенный подводный город, который просто потрясает воображение. Его возраст больше 6000 лет. Посмотрите. Дно услано выточенными блоками искусственного происхождения. Археологи установили, что это фрагмент древнейшей стены. Расположение камней неподалеку указывает на наличие улиц и площадей. Эксперты считают, что обнаруженные руины ничто иное, как древний индийский город Дварка. Так, по мнению специалистов, он выглядел несколько тысячелетий назад. Все найденное, обнаруженное в течение подводной работы, подводных исследований, археологами, водолазами, наверняка напоминает по своему строению портовый город. Не похоже, что над ними потрудилась природа. Природа какая-то была странная. Либо она обладала таким высоким интеллектом, что каменные блоки были идеальной геометрической формы, либо это уже какие-то высшие силы приложили в свою группу. Исследователи уверены, построить эти сооружения шесть тысяч лет назад обычные люди просто не могли. Потому что не обладали такими продвинутыми технологиями. Это было под силу только высокоразвитой расе, которая спустя время по неизвестной причине просто покинула подводный город. Они могли передвигаться без помощи самолетов, без помощи космических кораблей. Что они могли плавать, как дельфины, как рыбы. И это уже было заложено в них генетически, при рождении. Что они могли телепортироваться, они владели искусством телекинеза. И они не нуждались в мобильной связи, как мы с вами нуждаемся. Они могли действительно телепатически передавать мысли друг другу на расстояние. Но если аномалии в Японском море дьявола как-то связаны с неизученной подводной цивилизацией, то почему тогда в самом подводном городе никаких аномалий нет? Почему там не тонут корабли и не падают самолетов? Ученые уверены, подводные цивилизации не более, чем вымысел писателей-фантастов. А древнейшие сооружения возвели обычные люди. Из-за землетрясений несколько тысячелетий назад они просто ушли под воду. А вот пропажу кораблей в акватории моря дьявола ученые объясняют элементарными законами физики. Голосом моря. Так называется опасный инфразвук, который зарождается в океане. Он в состоянии не только свести с ума, но даже умертвить людей на любом корабле. Известно, что инфразвуком можно довести человека до совершенно невменяемого состояния, до состояния страха, даже может быть до смерти. И был такой известный физик-экспериментатор, американский Роберт Вуд, который сконструировал специальную установку, излучавшую инфразвук. И люди, подвергавшиеся облучению инфразвуком от вот этого аппарата Вуда, они действительно приходили в состояние крайней нервозности, неловкости и чувствовали себя плохо. Это связано с тем, что человеческие органы, они вступают в резонанс с инфразвуковыми колебаниями, и человек испытывает крайнее физиологическое неудобство при большой энергии и направленной энергии инфразвука. Звуковые колебания – это низкие частоты, это, можно сказать, единицы герц. И вот оказывается, что длина волны этих колебаний, она просто совпадает с размерами сердца, селезенки, печени, я не знаю. Вот именно этот диапазон частотный, он может влиять на работу человеческих органов. А более высокие частоты, скажем, они имеют более короткую длину волны, и они уже ничего не возбуждают. Поэтому вот инфразвуковые колебания и выделены в такой класс, можно сказать, колебания, которые могут влиять на физиологию и самочувствие, соответственно, человека. Возможно, именно воздействие голоса моря и губит самолеты и корабли в море дьявола. Этот же голос моря, скорее всего, привел и к еще одной страшной катастрофе в феврале 1948 года. Он погубил экипаж голландского грузового судна «Оуранг Меддан». Вся команда, включая капитана, лежит мертвая на мостике. И в штурманской рубке. И я умираю. Такое сообщение 17 февраля 1948 года приняли советские радиолюбители и радисты двух кораблей США. «Сити оф Балтимор» и «Сильверстар». В тот день они проходили между Малайским полуостровом и Индонезийским островом Суматра. Спустя несколько часов «Сильверстар» обнаружил голландское судно, дрейфующее у берегов Индонезии. Выйти на связь с экипажем не удалось. Уже через полчаса американским морякам стало понятно, почему. Оказавшись на палубе «Оуранг Меддан», они нашли всю команду мертвых. При этом на телах погибших не было ни единой царапины. Однако лица людей искажали гримасы ужаса, а в глазах застыл первопытный страх. Подобные явления, собственно говоря, периодически повторяются в разных местах вот таких аномальных зон океана. И, собственно говоря, не только океана. Известны и аномальные зоны на поверхности, то есть на суши, где по непонятным причинам гибнут люди. В архивах береговой охраны США сохранилась запись об этом происшествии. Однако установить причину загадочных смертей членов команды судна «Оуранг Меддан» не удалось. При попытке отбуксировать грузовой корабль в порт, на нижних палубах произошел пожар, после чего судно взорвалось и в считанные минуты пошло ко дну. Частоты, волн, шумов и так далее могут быть любыми. И когда-нибудь попадают в ситуацию, когда это начинает совпадать с биоитмами человека. И вот тут ситуация становится неуправляемой. Поэтому всякие роды исчезновения людей при сохранении в целости имущества это мечта всех военных. Создать оружие, где можно было бы уничтожить противника и не трогая материальную часть. Вот все военные во все времена об этом мечтали. Поверить то, что в самый разгар холодной войны американские корабли без постороннего вмешательства топят обычный инфразвук, военные США отказались. Причиной гибели судов, по их мнению, стали испытания сверхсекретного оружия, разработанного в СССР. Под водой наблюдаются множество неизвестных объектов. Одна из теорий относит их к продвинутым прототипам подводных лодок. И я думаю, по аналогии с самолетами, военные по всему миру разрабатывают и запускают мощные беспилотные подводные аппараты, которые держатся в секрете. Ведь никто не хочет, чтобы военные других стран знали о боевом потенциале сил противника. Возможно, эти объекты и есть секретные прототипы военных подводных лодок. На протяжении 10 лет американские военные по секретному заданию Пентагона пытались обнаружить советские корабельные установки, способные генерировать смертельный инфразвук. Но все попытки отыскать их оборачивались неудачей. Вплоть до 1960 года. Тогда командование ВМС США приняло решение установить в Атлантическом океане глобальную сеть гидрофонов, которые должны были сканировать море и регистрировать любой шум под водой. Цель? Обнаружить новейшие советские субмарины и доказать, что русские испытывают оружие, способное воздействовать на психику людей и таким образом уничтожать врага на расстоянии. Почти сразу аппаратура начала фиксировать странные низкочастотные звуки. Однако установить их источник не удалось. Американцы, в частности, для того, чтобы хоть как-то, так сказать, можно было защититься от потенциального противника, побольше о нем знать, провернули гианскую работу. Они развернули вот эту самую, значит, сеть сонаров вдоль всего побережья, для того, чтобы можно было засекать подводные лодки по производимому шуму винтов. В связи с этим у нас была произведена гианская работа, и американцы тоже этим занимались. Подлодки старались сделать как можно тише, чтобы они ходили бесшумно. Ну и, видимо, вот в этот момент могло произойти нечто. Никто толком не знает, и, наверное, уже никогда не узнает, что произошло с рядом подлодок. Спустя несколько лет после запуска секретной программы по поиску советских субмарин, оснащенных новейшими инфразвуковыми корабельными установками, в Атлантическом океане произошел случай, после которого у капитана каждой американской подлодки появилось специальное предписание. В случае обнаружения неизвестных объектов открывать огонь на поражение. 1968 год. Американская подводная лодка «Скорпион» возвращается с учений на базу в Норфон. 21 мая капитан Франсис Леттерик отправляет в штаб координаты местоположения и информацию о заданном курсе. Это сообщение становится последним в истории атомохода. «Скорпион» являлся оплотом научно-технической мысли американских конструкторов. Это была самая совершенная субмарина ВМС США. Но не отправив ни одного сигнала СОС, лодка с экипажем 99 человек просто пропала в открытом море. Уже через несколько дней после исчезновения субмарину искали более 70 спасательных судов и самолетов. Военные прочесывали океан в предполагаемом секторе затопления. Однако все попытки отыскать субмарину потерпели неудачу. Сказали, что по техническим причинам лодка задерживается. Хотя, в общем-то, уже было всем понятно, что задержка – это не просто так. В этот момент уже началось исследование по пути, потому что капитан передал свои координаты, передал курс, по которому он шел. Соответственно, началось прочесывание океана. Запасов воды и воздуха на лодке на тот момент хватило, в принципе, на 70 суток. Если бы глубина была не очень большая, порядка, ну, хотя бы метров 500, то тогда все члены экипажа были бы спасены. Через пять месяцев после трагедии поисковое судно «Мизар» случайно обнаруживает на глубине 3000 метров к юго-западу от Азорских островов американскую субмарину. Обломки подлодки сильно деформированы. Скорпион буквально разорван на две части, а его корма покрыта глубокими вмятками. За судном в виде трава такого, если хотите, на глубине порядка 4-9 метров от уровня дна передвигалась такая специфическая конструкция, оборудованная радиомагнитометром, радиометром, там еще кучей всяких приборов, которые, в общем-то, отслеживали это морское дно. И вот по прошествии пяти месяцев лодка была найдена. Лодка была разорвана на две части, плюс рубка оказалась отброшена далеко в сторону. Для выяснения причин катастрофы командование ВМС создает следственную комиссию. Она выдвигает сразу несколько версий случившегося. Лодка могла затонуть из-за отказа рулей управления. Правда, вскоре от этой версии пришлось отказаться. Ведь корпус субмарины смяло и разорвало, как листок бумаги. К тому же на борту находилась опытная команда, которая почему-то не отправила ни одного сигнала СОС. Следующей версией стала неисправность торпедного аппарата. Дав сбой, система управления вооружением выпустила торпеду, которая, совершив несколько маневров вокруг лодки, навелась на нее и уничтожила. Но и от этой версии экспертам пришлось отказаться. Они провели специальный эксперимент и пришли к выводу, что такое просто невозможно. И в итоге причины катастрофы американской подводной лодки «Скорпион» так и остались невыясненными. Об этом, в частности, говорил достаточно давно вице-адмирал Виктор Дегала. Покойник, к сожалению, нынче. Но он сразу сказал, что настоящая причина катастрофы «Скорпиона» не будет рассекречена никогда. И мы об этом, правда, не узнаем. Хотя даже была одна еще из версий, что авария «Скорпиона» – это удачная акция наших советских спецслужб ГБ, в частности. При похожих обстоятельствах, в начале того же 1968 года, с разницей всего в два дня, в Атлантическом океане погибло еще две субмарины. Израильская подводная лодка «Дакар» и французская «Минерва». Оба корабля сильно деформировались и были потоплены неизвестной силой. Произошло все в одном и том же районе, что «Скорпион», что «Дакар», что «Минерва». То здесь можно предположить, что те две лодки тоже стали объектом для, может быть, какого-то пристального изучения. не говоря уже о том, что по времени разница между двумя авариями составила 48 часов. Вот, как бы, с точки зрения логики это объяснить невозможно. Вообще никак. Спустя несколько лет после этих трагедий американские специалисты выдвинули просто сенсационную версию гибели всех трех субмарин. Они стали жертвами древнего подводного монстра, обитающего в этих краях. В качестве подтверждения новой гипотезы американские военные привели доказательства. Находку научно-исследовательского судна «Гломар Челленджер». Его моряки, прочесывая океан глубоководной аппаратурой, совершили невероятное открытие. На дне Атлантики, недалеко от места крушения подводных лодок «Скорпион», «Дакар» и «Минерва», они нашли пару зубов размером с ладонь взрослого мужчины длиной 17 сантиметров. После тщательной экспертизы ученые выяснили, что эти зубы принадлежали доисторической акуле – мегалодону. Такие хищники водились в море более 20 миллионов лет назад. Эти гигантские рыбы весили около 50 тонн, а длина их туловища достигала 22 метров. Мегалодон мог с легкостью перекусить толстую стальную балку или, разлив скорость, протаранить сверхпрочную металлическую плотину. Подобные наблюдения периодически были зафиксированы, например, около берегов Австралии в 1918 году, когда рыбаки закидывали клетки для ловли раков в прибрежных водах, лангустов, раков. Появилась акула, которая напугала их так, что они несколько дней не хотели входить в море, потому что по разноречивым сведениям размеры этой акулы были от 38 до, некоторые считали, до 90 метров. Но могли ли эти древнейшие создания действительно уничтожить военные субмарины? Ведь если верить учебникам биологии, мегалодоны давно вымерли. Однако ученые из США не исключают, что гигантские животные до сих пор могут обитать в самых отдаленных уголках мирового океана. В Атлантике такое место Пуэрториканский жёлт. В некоторых местах его глубина достигает 8,5 километров, что чуть меньше высочайшей вершины земного шара горы Эверест. Где-то в море существуют огромные осьминоги, которые вырастают до таких размеров, что они запросто могли справляться не только со средневековыми судами, но и с современными судами. Если вдруг выплывет парочка таких глубоководных чудовищ, то они, так сказать, могут разделаться и с современной субмариной, так сказать, достаточно быстро и достаточно жёстко. В ноябре 2006 года ВМС США рассекретили часть документов, связанных с трагедией подлодки «Скорпион». Оказалось, что гигантские акулы лишь уловка американских военных, придуманная, чтобы скрыть правду. В секретных архивах США существуют магнитоплёнки, записи переговоров штаба и субмарины за несколько минут до трагедии. На них капитан Фрэнсис Леттери докладывает о неопознанном подводном объекте, движущемся со скоростью более 300 километров в час. Это в три раза превышает максимальные показатели даже самых современных субмарин. Возможно, желая оторваться от преследования, неизвестный объект и атаковал американскую подлодку. Но что это был забит? Некоторые американские исследователи уверены, «Скорпион» атаковала секретная советская летающая субмарина. Та самая, за которой так долго охотился Пентагон. Это самолёт-подлодка. Она опускается, желательно, значит, за горизонтом, чтобы противник не видел момент этого спуска, потому что в момент спуска, когда подлодка находится ещё на поверхности, она практически беззащитна. Ну вот они опустились на поверхность, экипаж из трёх человек начинает быстро преобразовать свой самолёт в подводную лодку. Для этого он переходит из кабины в специальный отсек, который и герметический, и, так сказать, водонепроницаемый, закрывал заглушками все, значит, двигатели, естественно, он выключал их перед этим, переходил на питание от электродвигателей, погружался, а погружение, значит, нужно было заполнить балластной цистерной, в частности, заполнялись крылья, соответственно, и погружались. Погружались, выходили на перископную глубину и направлялись, значит, прямым ходом в сторону возможного противника. Проект по созданию секретной субмарины в СССР действительно существовал. Идею создать летающую подводную лодку предложил известный конструктор Борис Ушаков. По задумке изобретателя, субмарина должна была не только уметь плавать на глубине, но и при желании мгновенно выныривать и взмывать в воздух со скоростью свыше 250 км в час. Предполагалось, что чудо-субмарина будет выглядеть так. Верхняя часть полностью повторяет конструкцию классической подводной лодки, а по бокам располагаются два мощных крыла. На конце хвост для стабилизации в воздухе. Однако советская летающая подводная лодка так никогда и не была сконструирована. В воздухе запахло серьезно Второй мировой войной. Соответственно, и стали думать, собственно говоря, не слишком ли экзотичный проект. Ну уж, если, значит, самолет этот подводная лодка несет на порту торпеду, то может быть тогда логично торпеду это сбрасывать прямо с воздуха, что в конце концов во Вторую мировую войну и было сделано. Появились самолеты торпедоносцы, которые выходили прямо в воздухе на курс боевой атаки, сбрасывали торпеду. Это получалось быстрее и это получалось, так сказать, эффективнее. Но если американский атомоход уничтожила не советская лодка, то кто? Или что? Исследователи утверждают, что во время поисков виновного американская аппаратура неоднократно фиксировала под водой странный размеренный гул. Иногда он обретал очертания неизвестных закодированных посланий. Его засекали локаторы военных кораблей. При попытке ответить на сигналы моряки получали искаженные сообщения, отдаленно напоминающие их собственное. Тот и неизвестный имитировал звук и отсылал его обратно. Опыт повторяли несколько раз, но результат всегда оставался одним и тем же. В начале 70-х годов на многих подводных лодках и Советского Союза и США стали обнаруживать при помощи гидроакустики различные так называемые неопознанные плавающие объекты. Они представляли из себя нечто такое сигарообразной формы, при этом скорость движения у них была весьма высокая, маневренные характеристики под водой тоже очень высокие. Спустя год после появления секретных инструкций командование ВМФ СССР организовало научную экспедицию, целью которой стало изучение аномалий океанских глубин. Несколько лет научно-исследовательское судно Владимир Воробьев проводило океанографические исследования в водах Аравийского моря. Правда, найти ответ на вопрос кто бороздит морские просторы и регулярно топит военные корабли советским ученым не удалось. Все загадочные катастрофы на море они списали на плохо изученное природное явление волны-убийцы. В фольклоре давным-давно говорят, что существует так называемый девятый вал. Огромная волна, которая появляется. Но этому никто особенно не верил. Только Айвазовский написал знаменитую картину, соответственно, в которой наглядно выразил вот эти мифы моряков. Но сравнительно недавно, когда уже начали вести наблюдения со спутников, выяснил, что действительно огромные волны в океане есть. Волны до 15-20 метров, что, собственно говоря, уже опасно для больших кораблей, даже для танкеров и сухогрузов. Особенно если вот длина корабля и длина волны между двумя гребнями будет равняться приблизительно длине корабля. То есть корабль получается носом поднимается на одном гребне волны, а кормой на другом. И в этот момент он может просто переломиться под действием собственной тяжести, потому что как бы под ним будет существовать пустое пространство. В 1979 году, когда советская научная экспедиция уже подходила к концу, ученым неожиданно улыбнулась удача. Когда они пересекали Индийский океан, под Килем на глубине около 20 метров возникло нечто необъяснимое. Яркое светящееся пятно диаметром в 300 метров. Оно с огромной скоростью вращалось против часовой стрелки. Через полчаса диаметр пятна уменьшился до 100 метров. А затем пятно распалось на 8 равных частей и рассеялось. Несколько наших научно-исследовательских судов наблюдали что-то похожее на крутящиеся лопасти вертолета. Причем крутились они как будто в разные стороны. Вот когда вертолет маршевый двигатель там два винта крутятся в разные стороны. Вот нечто такое явление наблюдали с наших научно-исследовательских судов. Поначалу советские исследователи предположили, что светящиеся круги под толщей воды не что иное как фитопланктон, светящийся микроорганизм, который обитает в воде. Но взяв эту воду на пробу ученые поняли, что это не так. Анализы показали, фитопланктона в этих местах нет. Но даже если бы он и был, то как объяснить, что простейшие организмы ведут себя словно разумные существа? Они то вращаются с огромной скоростью, то вдруг замирают, образуя четкие геометрические фигуры. Чисто физически скоростью движения воды как скорость гоночного автомобиля они невозможны. Просто вода обладает инерцией, вязкостью, она не может просто так двигаться с такой скоростью. Вот так вот увидеть это в виде компактного какого-то явления невозможно. Долгое время вопрос, смогут ли на дне океана обитать разумные существа, оставался открытым. Но в 2005 году ученые из британского университета Кардифа под руководством Джона Паркиса провели уникальное исследование, в ходе которого выяснилось, под океаническим дном существует еще один подземный океан со своей экосистемой, а возможно и с кислородом. Глубина этого океана достигает 5 километров и представляет собой систему узких ходов, резервуаров и гигантских пещер. Именно там и могут скрываться представители загадочной подводной цивилизации. Я не знаю о случаях, когда корабль или подводная лодка утонули бы непосредственно из-за столкновения с неопознанным подводным объектом, но ясно, что раз есть сообщения о таких объектах, то существует потенциальная опасность того, что рано или поздно это произойдет. Вполне возможно, такие опасные ситуации под водой и военно-морские силы не должны игнорировать их. Оператор эхолота не пропустит неизвестный объект на мониторе, так же, как и оператор радара не оставит без внимания неопознанную цель. То, что под многокилометровыми толщами воды и даже льда может существовать жизнь, первым предположил знаменитый советский ученый Андрей Капица. Он провел сейсмические исследования и выяснил, что в центральной Антарктиде под 4-х километровой толщей льда находится озеро невероятных размеров, площадью почти 20 тысяч квадратных метров. Это в 10 раз больше, чем княжество Монако, граничащее с Францией. Располагается гигантское озеро прямо под советской исследовательской станцией. Это подлюдное озеро, названное Востоком, до сих пор остается одной из самых интересных загадок для человечества. С Антарктидой связано много тайн и загадок. И, несмотря на то, что там расположены несколько исследовательских станций, у нас все еще невероятно мало данных об этом огромном континенте. как минимум мы найдем там закрытые пространства вроде подземных озер, пещер, где жизнь была отрезана от внешнего мира и развивалась независимо десятки, сотни лет, если не дольше. В ходе исследований советские ученые выяснили, подо льдом располагается полусфера, заполненная кислородом, со своим климатом и уникальной экосистемой. А температура воды в озере колеблется от плюс 10 до плюс 18 градусов по Цельсию, как весной в Черном море. Это может означать только одно. Под многокилометровой толщей антарктического льда существует жизнь, и она в корне отличается от всего того, к чему мы привыкли. Мы можем найти новые виды, не похожие ни на какие из известных нам ранее. Некоторые предполагают, что на Земле могли существовать цивилизации, существовавшие до нашей и, возможно, исчезнувшие во времена прошлых ледниковых периодов. Многие считают, что люди возрождались и погибали много раз, и под огромными ледниками мы можем найти следы исчезнувших народов. С точки зрения археологии и антропологии, это могло бы стать революционным открытием и изменить все наше понимание истории и развития человечества. Вот уже почти 20 лет российские ученые совместно с французскими коллегами и специалистами из США ведут изучение подледного озера Восток. Чтобы узнать, какие организмы на протяжении многих тысяч лет там обитают, исследователи создали особую машину Криобот. При помощи струи горячей воды он должен пробурить скважину в 3,5 километра, после чего дождаться, пока пространство над ним замерзнет. Тогда робот стерилизует себя и продолжит бурение. Проплавив крышку ледяного купола и опустившись в озеро, он передаст информацию на поверхность для дальнейшего изучения. Криоробот или гидроробот представляет себя робот-автомат. Скажем так, миниатюрная подводная лодка. которая имеет такие размеры, чтобы ее можно было протолкнуть в пробуренную скважину. После этого, как она выйдет в свободную воду, она должна произвести поиск в окрестностях этой скважины, соответственно, что-то обнаружить, если там есть что обнаруживать, вернуться назад и, так сказать, подсоединившись к системе оповещения, передать сигнал на землю. В марте 2011 года, когда бурильной установки нужно было пробурить еще всего 120 метров, из-за недостаточного финансирования проект по изучению уникального озера Восток закрыли. И это при том, что ровно за полгода до этого ученые сделали просто невероятное открытие. Они выяснили, что Восток вовсе не является большим однородным образованием. Там имеются острова, где земля соприкасается со льдом, а есть и полости кармана, где вода поднимается на разные уровни. Кроме того, в отдельных местах слой воды имеет глубину более тысячи метров, то есть вдвое больше, чем думали раньше. Но самое удивительное, вблизи юго-восточного берега озера наблюдается крупная магнитная аномалия. Другими словами, кто-то или что-то вызывает возмущение под четырехкилометровой толщей льда. Антарктида является одной из таких мистических мест на поверхности Земли, с которым связаны и древние легенды, и древние писания ведические, что там находятся некие сакральные объекты, которые древние цивилизации оставили. Аномальный такой фонд создает развитие некой своей экосистемы, и возможно там тоже существует некая своя жизнь, может быть достаточно замкнутая и как бы отделенная от всей остальной экосистемы планеты Земля. Кто может вызывать магнитные аномалии под антарктическим льдом, ученые пока не знают. Но самые смелые исследователи предполагают, что это делают какие-то разумные существа. И доказательства, по их мнению, этому есть. Они сняты прямо из космоса. Всего через два месяца после того, как научно-исследовательские работы по изучению загадочного озера были приостановлены. 5 апреля 2010 года. Международная космическая станция. С орбиты Земли с высоты 350 километров аппаратура МКС делает фантастические фотографии. Вот они. На снимках отчетливо видно, что в ледяной толще озера Восток будто отпечатаны две окружности практически идеальной формы. На изображениях они кажутся небольшими, но диаметр каждой почти 4 километра. Сравнив эти снимки с теми, что были сделаны с Международной космической станцией ранее, специалисты сделали вывод. Круги на озере начали появляться еще 11 лет назад. Впервые аппаратура зафиксировала их в декабре 99-го. Правда, тогда на аномальные узоры никто внимания не обратил. Так что же это за круги и откуда они появились? В последнее время очень много разговоров на тему ледяных колец. Думаю, это из-за популярности темы колец на полях. Люди задумались, есть ли где-то еще поверхности, на которых проявляются загадочные рисунки, и они были найдены на песке и на ледяных равнинах. Копии фотографий с изображениями кругов на поверхности замерзшего востока изучали специалисты научно-исследовательского института Лондона. Ученые тщательно проанализировали все снимки и выдвинули сенсационную версию. Рисунки нанесены с внутренней стороны ледяного покрова. А значит круги на льду озера возможно появляются из-за того, что под толщей воды обитает неизученная подводная цивилизация. Возможно там под водой есть какие-то базы. И это очень интересный факт. Мы меньше знаем о глубинах океанов, чем знаем к примеру о поверхности Луны. Так что нам еще свою планету исследовать и исследовать. Российские ученые с мнением британских коллег не согласны. Они считают, что таинственные узоры на озере вовсе не следы подводных цивилизаций, а просто причуды природы. И образовались они при помощи теплых подводных течений. Эксперты уверяют, если бы на дне озера существовала разумная жизнь, они ее давно бы обнаружили. Многие думают, как и с кругами на полях, что это дело рук человека. Кто-то специально фальсифицирует такие рисунки, а кто-то возможно считает их одной из форм современного искусства. Есть также мнение, что это метеорологический феномен, вызванный, например, незначительными колебаниями температуры. Ведь сфера и круг это естественные формы, образующиеся в природе сами по себе. Четырехкилометровые круги на поверхности подледного антарктического озера могли бы в самом деле оказаться каким-то природным явлением, если бы не одно но. По всем законам физики, для того, чтобы такие пробарины образовались, течение должно буквально кипеть. Но в местах, где были найдены таинственные отпечатки, толщина льда достигает трех километров. На сегодняшний день ученым неизвестно ни одно подводное течение, способное размыть такой плотный лед. По заявлению американских специалистов, работы по бурению скважины в озере Восток при помощи Криобота продолжатся в феврале 2012 года. Тогда робот наконец преодолеет трехкилометровый слой льда и достигнет основания воздушного бута. Если будет доказано, что на глубине действительно существует жизнь, ученым предстоит проделать еще более грандиозную работу. Ведь изначально американский Криобот предназначался для исследования спутника Юпитера Европы. Дело в том, что это небесное тело покрывает многокилометровая толща льда. Астрофизики утверждают, что климатические условия на Европе могут совпадать с экосистемой в недрах озера Восток. А это значит, что на спутнике Юпитера может существовать жизнь, которая уже не одно тысячелетие развивается совсем рядом с нами. Что будет, если взорвется атомный реактор подводной лодки? На самом деле это уже произошло более 30 лет назад. Данное происшествие носит имя Тихоокеанский Чернобыль. Оно произошло в бухте Чажма на атомной подводной лодке К-431. Взорвался ядерный реактор. Как это происходило и к чему привело в нашем сегодняшнем видео. Спустя 40 лет после ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и за год до аварии на Чернобыльской АЭС имело место еще одно происшествие, в очередной раз поставившее под вопрос использование мирного атома в военных целях. Инцидент, о котором пойдет речь, произошел на судоремонтном заводе ВМФ в бухте Чажма на базе Тихоокеанского флота Советского Союза. Все началось с того, что летом 1985 года атомная подводная лодка К-431, которая являлась носителем хроматых ракет, истощила запас своего атомного топлива и отправилась в бухту Чажма для дозаправки, в ходе которой специалисты должны были произвести замену отработанного ядерного топлива на свежие стержни тепловыделяющих элементов. За четверть века существования атомоходов флотской люд к атому привык, и несмотря на тяжелые ядерные аварии на К-19 или на К-27, да мало ли их было, с ядерной энергетикой стал общаться на «ты», вспоминал советский офицер-подводник Николай Черкашин. По воспоминаниям Николая Черкашина все делалось так, как требует строжайшие инструкции и наставления по проведению подобных работ. Для того, чтобы выполнить замену отработанного ядерного топлива, надо было снять крышку реактора, полутораметровый стальной цилиндр, толщиной в четверть чумовеческого роста. Между крышкой и корпусом реактора находится круговая красномедная прокладка, которая за годы эксплуатации прикипает к стальным окружьям, так, что требуется специальное устройство для подрыва крышки, которое называется гидроподрывателем. Как и все большие беды, трагедия чажмы началась с мелочи, с обломка электрода, попавшего под красномедную прокладку, вспоминает Николай Черкашин. Вместо того, чтобы собственноручно заниматься проверкой каждого из этапов процедуры, руководящий офицер поручил выполнение этой обязанности мечману, который не уследил за происходящим. Таким образом, когда замена 180 стержней была уже произведена, процесс поднятия крышки реактора подлодки нужно было повторить. Поскольку моряки не хотели проблем, то решили сделать все сами и не стали прибагать к помощи технического управления флота, представители которого должны были проследить за операцией и составить протокол. вместо этого моряки сняли крепление с крышки реактора и кран плавучей мастерской начал поднимать ее. При этом вместе с крышкой поднималась компенсирующая решетка и остальные поглотители. Тут-то и произошла фатальная ситуация. С моря прибыл торпедолов и пошел по бухте, что вызвало волны, которые качнули плавучую мастерскую с краном. В результате крышка реактора была выдернута со всей системой поглотителей на еще большую высоту. И реактор вышел на пусковой уровень, в результате чего и произошла цепная реакция. Выделилось огромное количество энергии. Мощный выброс выметнул все, что было в реакторе над ним и рядом с ним. Перегрузочный домик сгорел и испарился. Сгорели в этой вспышке и офицеры перегрузчики. Кран на плавомастерской вырвало и выбросило в бухту. Крышка реактора весом 12 тонн вылетела вертикально вверх на высоту полтора километра и снова рухнула вниз на реактор. Потом она свалилась на борт, разорвав корпус ниже ватерлинии. Вода из бухты вынула в реакторный отсек. Все, что было выброшено в момент взрыва легло на К-431, К-42, получу мастерскую, дозиметрическая судма, акваторию бухты, пирсы, завод и сопки. Ветер был со стороны бухты на завод. В считанные минуты все вокруг аварийной лодки, все попавшие вслед выпадения осадков, стал радиоактивным. Уровни гамма-излучения в десятки и сотни раз превышали санитарную норму. Это произошло в 12 часов в 5 минут 10 секунд 10 августа 1985 года. Вспоминал вице-адмирал Виктор Хромцов, который являлся членом комиссии по ликвидации аварии на атомной подводной лодке К-431 в бухте Чажма. Тушением подводной лодки занимались работники судоремонтного предприятия и экипажи соседних лодок. Естественно, что неспециализированной одежды, неспециализированной техники у них не было. При этом им удалось побороть пожар за 2,5 часа, а специалисты из аварийной бригады приехали лишь по прошествии 3 часов после взрыва. Более того, на протяжении нескольких часов ликвидаторам не могли выдать свежие комплекты одежды взамен зараженных. Далее следуют страшные воспоминания. Куски человеческих тел были разбросаны по всему пирсу. Их собрали в одно место и накрыли одеялами, взятыми с торпедового. Потом между лодкой плавбазой всплыл еще один обрубок. Даже мне, медику, повидавшему на своем веку немало трупов, было не по себе. Что же говорить о матросах-мальчишках, которые с ужасом взирали на лужи крови и на то, что осталось от их сотоварищей? Разумеется, меньше всего они думали о радиации, которую излучал развороченный реакторный отсек. Первую медицинскую помощь в привычном смысле этого слова оказывать было некому. Были одни трупы, раненых не было. Были смертельно обмученные люди, но лечить их мне не довелось. Все 39 человек с первичным диагнозом острая мучевая болезнь были отправлены в госпиталь поселка Тихоокеанский. Нам же пришлось два дня собирать в резиновые мешки куски тела, а потом сжигать их на территории спецчасти ядерного арсенала. Там же и погребли, поставив скромный камень. Вспоминает флагманский врач 9-й дивизии 6-й эскадры подводных лодок Георгий Богдановский. На третий день после трагедии на территории завода нашли золотое обручальное кольцо одного из погибших, по которому установили, что в момент взрыва уровень радиации достигал 90 тысяч рентген в час. Для сравнения, это втрое больше, чем при аварии на Чернобыльской атомной станции. Если бы после катастрофы в Чажме прозвучали правдивые доклады вплоть до генерального секретаря ЦК КПСС, председателя правительства СССР или хотя бы до министра обороны СССР, уверен, что тогда были бы приняты организационные меры, в том числе созданы комиссии по проверке всех ядерных объектов Советского Союза, по проверке компетентности технической культуры персонала таких объектов. Тогда бы и на Чернобыльской АЭС были бы сделаны выводы из катастрофы в Чажме и, возможно, не пришел бы черный для всей планеты день. 26 апреля 1986 года вспоминает вице-адмирал Виктор Хромцов. Всего при взрыве ядерного реактора, который в официальных документах именовали Хлопком, пострадали 290 человек, а последствия этого взрыва ощущаются до сих пор, хотя в 1995 году правительство выделило 36 миллиардов рублей на ликвидацию последствий катастрофы, официально о ее масштабах по-прежнему не говорят. Вот что может произойти, если взорвется ядерный реактор подводной лодки. Поэтому мирный атом, он не всегда такой мирный, и при неправильном обращении, при допущении ошибок, он может погубить огромное количество человеческих жизней и привести к непоправимым последствиям. Поставьте лайк к этому видео, чтобы все люди задумались об этом. И не дай Бог, чтобы такое больше никогда не повторялось. м ставьте лайк, не забудьте